Строители высокоскоростной трассы Москва-Санкт-Петербург на финишной прямой завершаются работы над последним участком М11. Его протяженность чуть больше 30 километров, вся же дорогу почти 700. В России открывают самую длинную платную новую дорогу. Трасса называется М11 Москва-Санкт-Петербург. Проект этот действительно для Кремля очень значимый. Впервые в России создан платный автобан европейского уровня, длина которого исчисляется сотнями километров. По-моему, 700 километров будет общая длина. До этого все платные дороги, которые есть в России, не превышают и сотни километров. Очень многие меньше 50 километров. Сейчас мы можем наконец-то провести сравнительный анализ Казахстана и России в этом плане, в плане платных дорог автобанов. Прокремлевские СМИ в Казахстане, они годами эксплуатируют эту социально острую проблему, как платные дороги. Они постоянно льют в уши казахстанцам, как эти кровопийцы из Акварды пьют народную кровь, этими неподъемными тарифами и всячески керосинят эту тему социальную. Предлагаю сегодня покеросинить российский автобан. Итак, переходим к самому главному, самому интересному. Цена проезда по новому российскому автобану. Главный вопрос – цена проезда. Уже известно, что для легкового автомобиля в будни от Москвы до Петербурга он обойдется в 1820 рублей. В выходные чуть дороже. Итак, имеем 1820 рублей за 700 километров. Это примерно 2,6 рубля за километр пути. Или в пересчете по курсу 15 тенге за километр. 15 тенге. И это говорят по федеральному российскому каналу. Эту цену преподносят как некий подарок для населения. Сейчас казахстанцы, чтобы доехать из Норсултана в Щучинск, платят за автобан 400 тенге, по-моему. Это 211 километров дороги. А если бы эту дорогу, например, строили московские подрядчики, то казахстанцам пришлось бы платить, так, сколько мы там посчитали, 15 тенге за километр. 15 умножаем на 211, получается примерно 3200 тенге. То есть, в 8 раз больше россияне платят за свою платную дорогу, чем казахстанцы. И не надо говорить, что в России зарплаты больше. Такие же зарплаты в России, как и в Казахстане, точно такие же. Спасибо за ваше внимание. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Помогайте моему каналу финансово. И до новых скорых встреч.